Куда более масштабное обновление идет на Иркутской ГЭС. Сейчас специалисты меняют на ней один из гидроагрегатов. Всего на станции их 8. И от них полностью зависит работа станции. Ведь именно они вырабатывают электричество. Как проходит модернизация и для чего она нужна, выясняла наша съемочная группа. 8,5 метров в длину и 96 тонн веса. Балл генератора – одна из самых крупных деталей для гидроагрегата. Замена очередного как раз сейчас идет на Иркутской ГЭС. Всего их 8. Именно они преобразуют энергию воды в электричество. Все основные работы будут проходить вот в этом кратере. Старое оборудование уже разобрали и вывезли. Следующий этап – сбор нового гидроагрегата. Высота в собранном виде будет от рабочего колеса до верхней части. Это будет в пределах 25 метров. А сам сбор гидроагрегата проходит с поистине хирургической точностью. Вплоть до десятых и даже сотых миллиметра. При этом установка одной детали может длиться от суток до нескольких месяцев. Сейчас в Иркутске меняют гидроагрегат номер 7. И подобное обновление оборудования идет на всех ГЭС Ангара-Инисейского каскада. Масштабную модернизацию станции компания «Энфлюс Групп» проводит по программе «Новая энергия», которую запустили по инициативе основателя энергохолдинга Олега Дерипаски. Это позволит повысить мощность станций, их надежность, а сам процесс выработки электроэнергии станет еще более экологичным. Единичная мощность гидроагрегатов увеличивается порядка 20%, что позволит увеличить суммарную выработку погоды более чем на 200 миллионов киловатт-часов. Несмотря на сложное время, все наши поставщики оборудования и производители находятся на территории Российской Федерации. Все подтвердили свои обязательства по контрактам. И мы рассчитываем, что до конца 2022 года закончим на Иркутской ГЭС техперевооружение седьмого гидроагрегата, начнем техперевооружение следующего. Общая сумма инвестиций по программе «Новая энергия» до 2026 года составит более 21 миллиарда рублей. Этот проект должен стать началом нового этапа в развитии сибирской гидроэнергетики. Дарья Айвазова, Виктор Чешкашин. Новости по будням.